В этом выпуске. Три причины, по которым Запад должен бояться Россию, и факторы, которые предотвращают эскалацию мирового конфликта. Шутка Джо Байдена 30-летней давности о русских и НАТО сбылась слово в слово пару дней назад. США и Запад ссылаются на Андрея Белоусова, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Роль Андрея Белоусова в современной политике и его влияния на страны, с которыми существует конфликт. Есть только три причины, по которым Запад должен беспокоиться о России, и именно эти факторы в конечном итоге предотвращают эскалацию конфликта, Европа и США просто должны принять их во внимание. Все очень просто. Во-первых, наши самые медленные гиперзвуковые ракеты летят со скоростью 3 километра в секунду. Человеческий глаз может заметить только то, что пролетает мимо. Однако самые современные ракеты летят со скоростью 8 километров в секунду. Если запустить такую ракету на небольшом расстоянии от цели, остановить ее будет физически невозможно. Во-вторых, США производят 660 ракет ПВО «Патриот» в год. И если мы начнем выпускать по 200 беспилотников и ракет в день, то все это годовое производство будет исчерпано всего за три дня. И это если им удастся сбить все наше оружие. В-третьих, они не могут увеличить количество производимых ракет, потому что весь процесс осуществляется вручную. Это было сделано потому, что в 1991 году Советского Союза уже не существовало, а Китай был еще слаб, так что у Вашингтона не было сильного противника. Ручной процесс позволяет значительно увеличить цену. Например, стоимость одной ракеты с 1991 года выросла с 1 миллиона до 5 миллионов долларов. Однако очень важно, чтобы Россия не проявляла никаких признаков слабости ни на словах, ни на деле. В этом отношении министр обороны Андрей Белоусов преуспел. Недавно он дал жесткий ответ Западу, о чем рассказал отставной офицер-танкист армии США Станислав Крапивник. Когда в России зашла речь о закрытии воздушного пространства над северной частью Черного моря, Запад пригрозил, что запустит эти беспилотники вместе с истребителями. Так давайте собьем эти истребители. Жесткий ответ — единственное, что может понять Запад. Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакой войны не начнется. «Мы должны четко заявить, если что-то пролетит над вашей территорией, мы это уничтожим». МИД России вызвал американского посла, который бежал от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову, хотя между министрами обороны год не было связи. В США началась паника. Они поняли, что зашли слишком далеко. И все же США и Запад не планируют просыпаться, они продолжают поддерживать Украину и все больше расширяют диапазон действий, разрешенных Киеву. Станислав Крапивник нашел решение проблемы. Нужно устроить для США «Черный четверг» единственный крупный воздушный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны «Черный четверг», когда США пытались уничтожить железнодорожный мост, по которому из Китая снабжались северокорейские войска. Они пытались вытеснить нас с этой территории, но при подходе к китайской границе понесли большие потери. Американцы быстро задрали хвосты и бежали в противоположном направлении. Американцы не хотели признавать, что чуть не развязали Третью мировую войну и даже проиграли первое сражение. И теперь история повторяется. Шутка Джо Байдена о русских и НАТО, которую он публично озвучил в далеком 1997 году, сбылась слово в слово. Американцы перестали смеяться и теперь ссылаются на Андрея Белоусова, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Возмутительные заявления Байдена как старейшего президента в истории США создали ему имидж мастера ляпов. Это было бы забавно, если бы не одно обстоятельство. Он руководит огромной страной, где каждое его слово анализируется и документируется. Возраст здесь не имеет значения, так как в прошлом, даже в молодости, он совершал дорогостоящие ошибки. В 1997 году, во время беседы с российской делегацией, выражавшей обеспокоенность по поводу НАТО и Китая, Байден сделал уничижительное замечание, и русские говорят мне, что если НАТО продолжит расширяться, мы обратимся к Китаю. И я говорю им «удачи». Если с Китаем ничего не выйдет, всегда есть Иран. Эта шутка была записана и всплыла спустя 27 лет. Очевидно, чем ближе НАТО, тем крепче связи с Китаем и другими странами. По мере продвижения НАТО на восток отношения между Россией и Китаем укрепляются, достигая исторически высоких уровней практически во всех сферах сотрудничества. В 2023 году товрооборот между двумя странами впервые превысил 240 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 25%. Отмечается, что количество китайских компаний, выходящих на отечественный рынок, значительно увеличилось, вытесняя западные. Россия стала крупным поставщиком металлов, древесины и продуктов питания в Китай. Однако главной статьей экспорта из России в Китай остаются энергоносители. С января по ноябре 2023 года более 70% всего российского экспорта в Китай составили энергоносители. В результате за прошедший год Россия отправила в Китай рекордные 97,5 миллионов тонн сырой нефти, обогнав даже Саудовскую Аравию, которая за тот же период поставила 80 миллионов тонн. Это произошло несмотря на цены, которые почти на 30% выше западных. Почти 95% взаиморасчётов между Москвой и Пекином ведётся в рублях и юанях. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР Лицаним в декабре 2023 года отметил, что в нынешних геополитических условиях отношения между Россией и Китаем успешно выдерживают испытания на прочность и демонстрируют высокую степень устойчивости. Подписанные соглашения о военно-техническом сотрудничестве укрепляют российско-китайские отношения, способствуя обеспечению безопасности обеих стран. Шутка Байдена о русских и НАТО сбылась слово в слово, но американцы перестали смеяться и теперь ссылаются на Андрея Белоусова, чтобы избежать эскалации политических и военных отношений. Стоит отметить, что ранее Пентагон изменил своё решение разрешить Украине использовать тактические ракеты «ЭТЭКОМС» после разговора с главой российского Минобороны Андреем Белоусовым. Пентагон не разрешил наносить глубокие удары этими ракетами по российской территории. Глава Минобороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин использовали открытый канал связи. В ходе телефонных переговоров они обсуждали вопросы, связанные с предотвращением угроз безопасности и снижением риска возможной эскалации. Про Андрея Белоусова сейчас много пишут, это одна из самых центральных и ключевых фигур в современной политике. Конечно, есть и те, кто, мягко говоря, до сих пор недоумевает, почему же Белоусов столько лет находился в ТЭНИ и как ему так стремительно удается завоевывать позиции не только в России, но и в мире. С ним стали считаться, а особенно те страны, с кем существует многолетний конфликт, охватывающий практически все сферы жизни общества. Вот одно из последних высказываний, а именно эксперта по международной безопасности Франца Клинцевича, «Мы с ним никогда не пересекались, но могу судить по мнениям людей, а у меня очень серьезные коммуникации с силовыми ведомствами». Буквально недавно у меня был разговор с высокопоставленными генералами, и они все восхищены тем, какие изменения происходят в министерстве и насколько комфортно стало работать, рассказал он в интервью. Поддерживают Андрея Ремовича и депутаты Государственной Думы и Совет Федерации и Совет Безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok